Сейчас у нас еще вернется, как человек, а если вы чуть-чуть попроще, давайте подышим, подойдем. На самом деле у нас за время дискотека произошла очень такая не очень хорошая ситуация, о которой я не предупреждал. Посмотрите, пожалуйста, туда, налево от себя, у нас выкрали место, друзья. Вот такая ситуация, спасибо, поэтому под вашу готовность мета сюда приглашаю свидетельствовать. Поплодируем за Леониду. Все-таки свершилось это, не Настя, это все равно. Это нормально, ничего страшного. Леонид, ну, как я предупреждал, да, не снял обязанности, немножко не справились, но поэтому придется немножко отбиваться. На самом деле, друзья, я сейчас хочу, чтобы Леонид нам устроил, знаете, как называется, концерт художественной соводеятельности. То есть немножко нас повеселил, чуть-чуть совсем. Леонид, спокойно. Знаете, как правило, в любом концерте существует три жанра главных. То есть люди поют, то есть вокал, люди танцуют и люди читают стихи, разговорный жанр, как я называю. Леонид, я прошу вас выполнить все три условия. То есть вам нужно будет сейчас спеть песню, прочитать стишок и станцевать. Ну что, давай начнем с самого простого, на мой взгляд, самого простого. Нет, нет, не спеть песню, спеть песню немножко сложненько. А вот куда же без стола-то стихи читать. Прошу вас, Леонид, взгромождайтесь на эту прекрасную вещь. Нет, знаете, даже не сиди, именно, знаете, как в детском саду обычно ставят стульчик, чтобы... Давай другой принесу, более-менее пригодный. Хорошо, давай. Сейчас, да. Вот, отлично, да, отрот, прошу. Вставь. Не скажите, где я его нашел. Итак, я объявлю, даже объявлю. Прикрасно. Дорогие друзья, для вас выступает мэтр разговорного жанра, в любых лауреат многократный, леонид со стихотворением про невесту. О, подстава. Вообще стихотворение философское. Хорошо про их невесте. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает. Как спит ребенок, молится старик. Как снег идет и как снежинка тает. Аплодисменты, друзья! Мы чемпионер три года. Леня, прошу, спускайтесь. Итак, стих у нас был. Ну и сейчас, если я прошу вас, исполнить абсолютно любую песню, которую вы хотите исполнить прямо сейчас. Прошу, естественно, не всю песню. Ну что, там вся песня, естественно, небольшой. Ну, может, куплет, припев. Как вам угодно? Я так подозреваю, что... Елена вас вызывает. Да, Елена пусть поможет, конечно. Поможет. Ну, конечно, давайте поплатим времени, друзья. Прошу, Елена. Она сегодня целый день ему помогает, конечно. Молодец. Потом вас берет. Так, вот, сейчас потом вас берет, что-то он похищал. Сейчас давай споем. Итак, готовы? Ну что ж, давайте споем, друзья. Для вас поем дуэт пара. Леонид, Елена, давайте, усклоните слух всех здесь присутствующих в прекрасной песне. Прошу. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. И ни день, ни два, а много лет. Началась она так просто, не с ответа вас вопросов. До сих пор на них ответа нет. Замыкая круг, ты назад посмотришь друг, А увидишь окна в свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди, Прошли лет от них не жди, А не прочих дорог Сумел пробить ростом. Спасибо большое, друзья, это вам песня. Елена, пожалуйста, не садитесь. Ну и на финалочку. Итак, вашему вниманию предоставляется профессиональный танцор Леонид со своим оригинальным танцем. Музыку, пожалуйста. Пока нам ждать! Пока нам ждать! Ну как, друзья, как вы считаете? Справился ли они с его задачей? Выгодил, да? Давайте поаплодируем, что он справился. Ну что ж, рад, что я выгодил девушку, Тогда Путин разойдет в этот зал вместе со своими похитителями. Встречали на место, друзья! Вот так вот. Оставили, не охраняя, но с мыслью, конечно. Ну что ж, скорее, я предлагаю ряду всех, и я не знаю, врага, и отдать своему законному мужу. Под бурные аплодисменты всех, и с вашей честной гости. Слушайте, я вам еще одну вещь напомню. Дело в том, что, знаете, один раз в его свадьбу, мне 15 раз в его свадьбу, понимаете, с чего я планю, да? То есть, давайте не будем делать такую вещь, но у нас будет концерт Леонида сегодня, такой трехчестовой, для них поэтому нужно чуть-чуть поднимать себя. Ну что, друзья, теперь, когда невеста вернусь на свое место, я предлагаю вам поднять ваши рюмочки, бокалы, фужеры, бутылку, как вы мне говорили. Итак, друзья, прошу вас, поднимайте ваши фужеры, бокалы, рюмочки, и давайте сделаем так, чтобы здесь действительно все засвинело от того, что мы снова объем, друзья, на наших прекрасных волонтажах с Екатерином и Андреем! Ура! Как-то очень тихо. Еще раз, друзья. Ура! Ну что ж, я вижу, что все опять справились, и для следующего конкурша нам потребуется 10 человек. 10! Класс!